Круглого стола 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 Тоже можно сказать, поскольку если тебя никто не знает, то, соответственно, нечего тебе говорить. Поэтому мы предлагаем достаточно немалые усилия в продвижении бренда университета, в продвижении его имиджа. Мы пересмотрели свое отношение к сайту университета, пересмотрели свое отношение ко многим, раньше бы я сказал, средствам массовой информации, либо тем инструментам, которые служат продвижению университета в обществе. Вы знаете, что мы открыли университет в субботу, и любой желающий может зайти в любые аудитории, любые лаборатории, побеседовать, узнать, чем, в принципе, занимается университет. Это сделано с одной целью, чтобы даже те люди, которых мы называем обыватели, которые не имеют никакого отношения к университету, получили определенные знания и представления, чем же живет университет, почему государство выделяет достаточные ресурсы, достаточно, в нашем понимании, поскольку, если сравнить с международным финансированием университетов, то понятно, что мы здесь неравнозначные партнеры, но с точки зрения получаемых результатов, мы сегодня достаточно неплохо движемся. С другой стороны, мы должны сделать так, чтобы об этом знали не только жители Казани, но и территории, где мы проживаем, Республики Татарстан, поэтому мы продвигаем собственное телевидение, и сегодня потенциальными людьми, которые могут нас слушать и видеть, наши передачи, примерно 600 тысяч человек, это только в кабельных сетях, значит, мы вещаем и должны сделать так, чтобы онлайн-вещание было круглосуточным. С другой стороны, мы сегодня участвуем во многих международных проектах с целью популяризации всех процессов, которые в университете происходят. Но в то же время любой негатив, он очень отрицательно влияет, будь то всплески какие-то, будь то еще что-то, поскольку, как многие банкеры говорят, деньги не водятся там, где есть большие проблемы. Поэтому хотелось, чтобы сегодня, после тех презентаций, которые будут здесь сделаны, надеюсь, мы могли как-то обсудить, как нам себя вести и как должен позиционироваться университет, как должны позиционироваться сотрудники и студенты, без которых университет в принципе существовать реально не может. То есть университет – это все мы. Когда говорят, вот некоторые наши оппоненты, либо критики, работающие особенно в стенах университета, начинают что-то говорить, что у нас университет не так делает. Я говорю, хорошо, ребята, ну придите и сделайте. Мы же вам даем такую возможность. Кто вам мешает? Придите, сделайте так, как нужно. Но любая критика, она должна сопровождаться, с моей точки зрения, если наши коллеги реально хотят продвигать свой собственный университет, где они учились, где они работают, либо где предполагают работать, то они должны делать так, чтобы университет стал для них своим, и вместе с требованиями возникла и определенная ответственность. Независимо от того, учится на сегодняшний день здесь человек, либо закончил университет, мы должны сделать определенную сеть, определенную паутину, как интернет-паутину, для того, чтобы наши выпускники могли общаться. Понятно, что до этого вот этих залов будет недостаточно, у нас за нашу историю огромное количество выпускников, сегодня уже их внуки, дети получились. Но, тем не менее, мы должны сделать площадку, которая бы позволила донести ту информацию, которую мы бы хотели представить. Поэтому я долго говорить не буду. Я сразу скажу, что я недалекий специалист, то есть небольшой специалист в этой области, но, тем не менее, я пришел, чтобы послушать точку зрения, посмотреть и, может быть, для себя лично сделать определенный вывод. Поскольку у нас, я вот благодарен в основном, что это вот сделал наш институт данную встречу возможным, но в то же время, обмена знает, что у нас всегда возникают определенные спорные моменты, связанные с ролью журналистского сообщества нашего университета, либо будущих журналистов, в продвижении университета или в реализации его дорожной карты. Поэтому вот на этом я бы хотел завершить, если позволите, и передать слово ведущему, Юрию Прокоповичу, насколько знаю, вы ведете, да, или кто нас ведет? Меня тут назвали модератором, я постараюсь... Тогда и модерируйте, пожалуйста, и все остальное. Я постараюсь поменьше модерировать, не пугайтесь. Я хочу сейчас передать слово директору института, Михаил Дмитриевич, подготовки с социально-философской точки зрения. Что вы-то думаете по поводу проблем, которые возникают у нас на этом поле и приводят иногда к информационным войнам? Юрий Прокопович, я буду краток, поскольку мы все это вынесем в градус обсуждения после презентации. Но лишь после вдохновляющего выступления Шатравкадыча могу сказать, что действительно это мероприятие готовилось по поручению ректора. Мы старались как могли. Проблема действительно актуальна. Мы подготовлены презентации сотрудниками Высшей школы журналистики, в первую очередь кафедры журналистики. Ну, что из этого выйдет, мы сегодня посмотрим очень скоро. И, надеюсь, в дискуссиях участников постараемся подойти к какому-то пониманию истины. Могу лишь еще раз поблагодарить Шатравкадыч, потому что, зная занятость нашего ректора, очень приятно, что он пришел сюда не только по протокольному поводу, но и как активный участник нашего мероприятия. Про занятость скажу не шутка, на самом деле так. Только что мы пришли с юридического факультета, где во главе с руководителем Следственного комитета, прокурором республики, мы проводили встречи со студентами. И рассказывали о тех процессах, которые сегодня происходят в юридическом сообществе. И достаточно такая интересная встреча прошла. То есть мы, как видите, сегодня сами инициируем определенные проблемные моменты, которые в нашей жизни протекают. Лучше о них говорить, обсуждать вот в этом формате, чем все это переносить либо на улицу, либо в другой формат. Либо на кухне просто обсуждаешь, и всегда высказывается недовольство. Многое недовольство высказывается из того, что многие люди просто не понимают, что происходит и в обществе, и в данный момент. И для чего университет поступает именно так, как поступил в тот или иной момент времени. Приветствия, вступительные слова на этом закончены. Давайте перейдем непосредственно к предмету обсуждения. Понятно, что он не будет ограничен только рамками потребностей университета, хотя это, несомненно, очень важно. И ректор не случайно сделал на этом акцент. И я хочу предоставить слово Светлане Каимне Шахиддиновой, завкафедры журналистики, которая представит, в свою очередь, общую презентацию. Одно маленькое уточнение. Насколько я понимаю, она готовилась в тесном содружестве с кафедрой конфликтологии. Спасибо, кафедрой. Уважаемые коллеги, я хочу приветствовать здесь наших студентов, наших магистрантов. Рада приветствовать гостей из средств массовой информации, из юридического факультета, юристов, из коллегии адвокатов, из представителей Роскомнадзора. Благодарю, что вы оказали внимание в нашем мероприятии. Та презентация, которую мы представляем вам коллективно, она началась с обсуждения самого понятия информационной войны. Здесь есть разные точки зрения. Есть представление о том, что информационные войны были еще в эпоху Наполеона, даже в эпоху Чингисхана. Я считаю, что все-таки, даже если относиться таким образом, нужно говорить о том, что сегодня информационная война, это во многом совершенно другая ситуация. Только именно потому, что мы сейчас вплотную находимся в условиях организации нашей жизни со стороны медиа, и эти медиа полностью проникают в нашу повседневную жизнь. В этой связи возникает вопрос о том, что информационная война сегодня – это не просто такое противостояние международных систем, государств и так далее, как раньше, допустим, даже в 20-м веке об этом говорили. Это ситуация воздействия информационных технологий на самых локальных уровнях. И фактически происходит в нашу эпоху век противостояния духовного размежевания и противостояния артопологического кризиса, противостояния миромоделирующих систем. И основной мишенью в этих условиях, естественно, является молодежь. Поэтому говорить о том, что эта тема для нас актуальна, это мало сказать, что она актуальна, она суперактуальна. Но в чем сложность этой темы? Она сложна тем, что, говоря о информационной войне, мы не можем сказать, наденьте каски, сядьте в окопы и так далее. Речь идет о нашем некоем повседневном поведении. И о поведении в условиях, когда мы включаемся в различные идеологии, в которых, в общем-то, информационное оружие используется. Но это информационное оружие – это такие, как бы сказать, точечные моменты воздействия, которые не могут даже оцениваться как информационное оружие. Цель его заключается в том, чтобы вызвать у системы противника, это я ссылаюсь на любимого мною автора в этом, по этой теме Сергея Расторгуева, на его книгу «Философия информационной войны», некие алгоритмы саморазрушения. И эти алгоритмы саморазрушения, они могут коснуться любой тематической принадлежности. И что в этой ситуации необходимо делать? Здесь возникает как бы два сюжета. Один сюжет, который мы наиболее подробно рассмотрим в этой презентации, связан с тем, что необходимо отсматривать эти технологии воздействия, это информационное оружие. А другой сюжет связан с субъектами ответственности. С субъектами ответственности, в которых включены не только мы, как будущие, я имею в виду студентов, как будущие журналисты, включены и медиаорганизации, в которых наши выпускники работают. Вот первый сюжет о том, как может действовать информационное оружие, он, в общем-то, в разных ракурсах на наших лекционных семинарских занятиях обсуждается. В частности, в минувшем понедельник, например, на занятии у магистрантов по этноконфессиональной проблематике мы обсуждали ситуацию. Вот у нас сидит Ахман, это журналист из Ирака. Насколько сейчас его страна включена, втянута в эту очень жесткую диалоговую оппозицию, даже, где слов диалог здесь не подходит, вот эту оппозицию шиитов и суннитов, которая проникает во все социальные сети и на языке вражды происходят различные высказывания агрессии друг по отношению к другу. То есть вот таким образом можно разрушить любую систему, и мы должны в этом плане быть бдительны, но бдительны таким образом, чтобы не становиться в оппозицию друг к другу, а уметь рефлексировать. И вот для того, чтобы более подробно эту ситуацию отсмотреть, я хочу пригласить на трибуну Тимура Шахидинова, который остановится на конкретных приемах ведения вот этой информационной войны, конкретно в социальных сетях. Добрый день. Так, по поводу непосредственно методов ведения информационной войны, я здесь привел несколько современных терминов, которыми пользуется интернет-сообщество, и немного их расшифрую. Троллингом называется провокативные действия в интернете. То есть цель троллинга, ну троллинг это в общем смысле провокация, цель троллинга вывести соперника на определенные эмоции, соперника или присутствующих. С каким образом это действует? Существует какая-то ветка форума, туда приходит человек, которого называют троллем, и он начинает писать провокативные посты, то есть провокативные сообщения, вынуждая присутствующих в определенный конфликт. То есть если тема какая-то актуальная, очень актуальная в современных медиа, то определенным образом постольные сообщения могут вызвать очень крупные конфликты. Противостоять троллингу может только модератор того форума, которым он заведует, скажем так. Модератор, он может адекватно ответить на провокативные сообщения. То есть здесь очень важно не выйти на эмоции того, чего хочет пришедший тролль. То есть часто бывает, что троллинг – это тема заказная, то есть специально проплаченные люди специально оставляют комментарии. Флеймингом называется тоже вариация троллинга, где провокатор пытается столкнуть лбами людей, то есть пишет сообщение на одну сторону, на другую. Могут прийти два провокатора, которые заводят между собой спор, и вовлекают присутствующих в теме в такой конфликтный диалог. Флудом называется заполнение. Флуд – это с английского «затопление». Заполнение темы форума ничего не значащими комментариями. То есть огромный поток текста идет. Это, по сути, является смысловая перегрузка темы. Во время флуда нормальный диалог построить не получится. Автопом называется уход от темы, то есть цель провокатора – это уйти от какой-нибудь адекватно заданной темы. То есть если идет тема, приходит туда провокатор, выводит присутствующих на конфликт, и он таким образом может добиться своей цели. Вайп – стирание. То есть если в стеке сообщений 20, каждое следующее сообщение будет стирать каждое первое сообщение. Сейчас уже такой технологии на форумах нет, но на некоторых форумах она может встретиться. Дальше. Бан – это закрытие и возможности комментирования или добавления людей в черный список. Может статься так, что автор топика, сам автор топика является провокатором, и он хочет разжечь конфликт внутри своего топика. И тогда бан становится методом информационной войны, то есть он будет целенаправленно закрывать адекватные комментарии и оставлять конфликтные комментарии. В то же время бан является способом противодействия троллям особо явным, то есть особо явным провокаторам, если это видно. Троллинг можно отличить от адекватной критики. То есть каким образом? Если есть адекватная критика, на нее можно адекватно ответить. Дальше. Создание контр-тем на сторонних страницах. Если для провокаторов доступ на ресурс закрыт, он может создать отдельный сайт, отдельную группу в социальной сети и начать там публиковать язык вражды. И другие способы – это уже по поводу конкретных фактов. То есть подтасовка фактов может быть, фотомонтаж, видеомонтаж и так далее. Апеллирование к авторитетам такое может быть к авторитетным источникам. То есть как бы авторитетным источникам. На чужеродные СМИ, например. И самые такие грубые способы – это переход на личности и черная риторика. То есть просто конкретные личностные оскорбления. Вот на этом свою часть я закончу по методам. Перейдем дальше. Спасибо большое. Какие программы активируются перечисленными выше приемами? Чаще всего они направлены на формирование конфликта, противостоящих друг другу сторон. И сейчас у нас, я скажу, что в стране именно такая ситуация, что электризуются различные идеологические стороны и начинается разделение общества на наших, не наших и так далее. И вот мы журналисты, в первую очередь, должны этому противостоять. То есть миротворческие функции, они должны быть включены в навыки и компетенции, которыми должны наделяться наши выпускники. И здесь встает вопрос о сетевой культуре. Вот более подробно о сетевой культуре мы попросим рассказать заведующему кафедрой конфликтологии Андрея Георгиевича Большакова. Спасибо. Спасибо за предоставленное слово, уважаемые коллеги. Я буквально остановлюсь на двух аспектах этой действительно очень большой, многогранной темы. Первый аспект посвящен, он такой прикладной, касающийся поседневных практик существования в сети. А, соответственно, второй – это аспект такой геополитический, который актуален в сфере информационной войны, которую сегодня ведет Российская Федерация. Но, во-первых, я хотел бы отметить, что поведение индивидов в сети может быть другим, чем в реальной жизни. В частности, они могут быть более агрессивны. И этому способствует фактор анонимности, возможность высказаться по любой теме, найти сочувствующих, которые не видно в реальной жизни. Ну, действительно, по каким-то узким проблемам, этих сочувствующих мы не можем найти. А в интернете, пользуясь его глобальностью, мы их очень хорошо можем отыскать. Значит, это причина очень многих виртуальных конфликтов. Чтобы снизить количество конфликтных ситуаций в сети, необходимо повышать культуру участников сетевого взаимодействия, хотя здесь все очень и очень непросто, используя различные правила и техники, способствующие этому. В реальной жизни этические запреты останавливают многих членов организации от антикорпоративной деятельности. Действительно, человек, ведущий антикорпоративную деятельность, может выпустить из профессионального сообщества, скажем, быть уволен из какой-то организации и так далее. А в интернете все может быть совершенно наоборот. Наличие свода правил может просто игнорироваться, а явное меньшинство определяет направленность и тон дискуссии. Вот это тот момент, который представляет, на мой взгляд, очень большую проблему. Следующий момент, связанный с негативом. Негатив, клевета, обвинения – это норма современного виртуального пространства. Они также порождают деструктивные конфликты. Для снижения конфликтности необходимо выполнение некоторых рекомендаций, используемых специальных техник. Безконфликтного поведения в сети надо обучать. Точно так же, как мы обучаем здесь, на территории этого этажа находится высшая школа государственных и муниципальных служащих. В частности, вот эти категории тому, чтобы люди себя вели бесконфликтно. Для государственных и муниципальных служащих это достаточно важно. Понятно, что человек без конфликтов существовать не может, но обучение в профессиональной сфере, вот этому бесконфликтному поведению – это очень-очень важно. Есть специализированный центр медиации и регулирования конфликтов и профилактики экстремизма, который здесь работает в КФУ. Он проводит постоянное обучение техникам и рекомендациям в сфере бесконфликтного поведения специалистов-правтиков. Я могу перечислять эти специалистов. На данный момент разрабатывается проект программы обучения техникам бесконфликтного поведения непосредственно в сети или в интернете. Другое дело, что есть люди, которым такие знания и навыки не нужны. Вот это опять большая проблема. Поскольку они занимаются, например, профессиональным троллингом. Но что это такое, только что было представлено очень широко, поэтому я позволю себе здесь не останавливаться на определениях и сути вот этих вот понятий, тем более аудитория, я думаю, подготовлена и все это представляют. Значит, здесь нужна активная позиция администраторов различных форм, где ведутся дискуссии, применение запретительных норм права. Если, например, администратор или иногда бывает несколько администраторов, да, сами выступают троллингами. Такое тоже возможно. Вот опять еще одна очень серьезная проблема. Ну и вторая вещь, скажем, она связана уже с такими макро-вещами, я бы отнес это к сфере геополитики. Значит, информационная война, о которой сегодня очень часто говорят, по-моему, нет передачи по телевизору, нет новостей, где бы не употребили этот термин. Значит, является частью войны гибридной. Вот этот термин использован в гораздо меньшей степени. Вот в основном его стали использовать на Западе, прежде всего стали использовать первоначально американцы, но сегодня очень хорошо перекочевало и к нам, в Российскую Федерацию, используют наши официальные лица, используют наши идеологи. Вот на этот процесс я бы обратил внимание, это достаточно момент интересный. При этом, поскольку используют этот термин «сер», то, наверное, он не носит научного характера, можно сказать, что это определенная идеология. Но первоначально гибридная война разрабатывалась в военной науке, и там достаточно четко было, что если применяют, кроме действий вооруженных сил, скажем, какие-то партизанские действия, вот переодетых в чужую форму, да, или форму без знаков отличия, военные части, то, соответственно, это и есть гибридная война. Но это очень узкая, жесткая трактовка, потом она ушла, и сегодня мы принимаем целый спектр действий, которые тоже называются этой войной гибридной. Это информационные операции, психологические операции, гиберметические атаки, экономические меры, протестные акции оппозиции, вооруженные нападения, диверсионные действия, там, террористические группы военных подразделений и так далее. Вот, ну, вот здесь вот очень интересно, значит, с одной стороны, если мы откроем, вот этот вот момент, кстати, показательный, да, что у нас интернет или рунет не очистился от многих вещей, потому что мы на русском языке найдем очень много вещей, связанных, например, с гибридной войной, там, президента Путина. Вот, пишут, в основном, значит, украинцы, американцы пишут на русском языке, значит, определенное воздействие на нашу аудиторию здесь, вот, в России или в ее регионах живущую. Вот, при этом мы видим, что появляется и некая позиция, ну, вот, все, наверное, знают, очень раскручивает такую личность, да, Сергея, значит, Маркова, который, по-моему, сегодня в каждой дискуссии принимает участие. Вот, если включить канал НТВ, первый канал, там, российское телевидение, то есть основные наши каналы. Ну, и вот, главная книга, вот, последняя, посвящена как разгибридной войне против России. То есть мы это тоже используем в виде определенных делов. Ну, и влияние сети на реальную жизнь сегодня высоко и постепенно увеличивается. Восприятие сети как всеобщего блага, оно, наверное, ошибочно. Современные медиа легко управляются двумя ключами. Это в конце 80-х, в начале 90-х годов доказали целый ряд социологов-теоретиков. Вот, первое всего, это перенаправление потока информации и его перепрограммирование, да, ну, тот же Кастерс, возьмите, такая очень известная раскрученная фамилия. Для сети важно то, как и в каких целях ее использовать. Ну, и последний мой ТС будет связан с тем, что радикалы-экстремисты сильны, прежде всего, в интернет-пространстве. Сегодня мы видим немножко иную тенденцию, да, радикалы выходят из сетей и действуют очень даже реально. Ну, вот мы видим серию туристических атак, скажем, в Европе, да, меньше внимания почему-то обращаем на другие страны, там, Пакистан, Ирак и так далее, но вот люди там страдают от них не меньше, да, поэтому вот эту вот серию, соответственно, никто еще не проанализировал до конца, не проинтерпретировал, а на всех форумах и вот таких почных дискуссиях люди, соответственно, гадают, а сколько еще нужно взрыв, чтобы что-то качественно произошло в смысле их противодействия. Вот это тоже еще одна проблема, над которой сегодня в том числе должны и работать исследователи, ученые, в том числе и целого ряда спектра гуманитарных дисциплин. Вот, поэтому одним из важнейших вопросов, значит, остается грамотный эффективный контроль сети этическими, техническими средствами в рамках существующего и развивающего законодательства. Вот это те моменты, которые я хочу сегодня осмотреть. Спасибо большое. Тема виртуальных рисков для рядовых пользователей интернета продолжит доцент кафедры конфликтологии Андрей Валерьевич Иванов. Уважаемые коллеги, продолжу наше выступление. Вот в рамках информационной войны у нас большую активность проявляет достаточно много различных политических сил, очень серьезные грязные политтехнологии порой в информационных войнах применяются. И вот в ходе известных вам событий на Украине, которые с 2013 года начались, у нас вот в рамках российского интернет-пространства была запущена очень интересная грязная политтехнология, которая называется «Мизантропик Дивижн» или «Человека-ненавистническая дивизия». То есть в данном случае вот этот проект, он тоже запущен в территории Украины. И в рамках «Мизантропик Дивижн», если внимательно посмотреть, по сути пропагандируются и распространяются неонацистские взгляды такого достаточно откровенного ультрафашистского толка. И вот здесь, в рамках вот этой «Мизантропической философии» у нас, по сути, мы можем увидеть, начиная с формироваться достаточно большие коллективы молодых людей, которые в социальных сетях объединяются и стараются уже осуществлять активные экстремистские действия. То есть они порой обосновывают планы свержения правительства, создания новой государственности и прочее, так скажем, осуществляют действия, которые попадают у нас под действия Уголовного кодекса. Ну и надо сказать, что здесь, если говорить о «Мизантропик Дивижн», то прежде всего этот откровенный расизм, он проявляется в такой сети, как ВКонтакте. И в данном случае здесь есть достаточно простые рекомендации, которые можно в рамках гражданского общества пропагандировать и использовать. Ну, во-первых, это комментирование как таковое, да, то есть здесь альтернативное комментирование, которое будет развенчивать вот эти вот ложные идеалы среди молодых людей. И второе действие, которое тоже можно осуществлять, но это уже с помощью правоохранительных органов, в рамках судебных решений, это блокирование данных ресурсов. Но надо сказать, что вот здесь определенные проблемы, конечно, существуют, то есть блокирование таких ресурсов в рамках информационной войны происходит, но, к сожалению, здесь достаточно несложных ухищрений, несложных технологий в рамках того или иного браузера, меняя IP-адрес или заходя через ТОР, то есть это альтернативный вариант прохождения в интернет, когда уже меняется полностью, так скажем, IP-регистрация пользователя, вот эти все ресурсы, они опять начинают открываться, так скажем, да, и вот решения Роскомнадзора, по сути, они не соблюдаются. Ну и здесь следующий момент в рамках информационной войны, то, что мы можем использовать, это создание, по сути, популярных ресурсов в рамках социальных сетей, которые без излишнего формализма будут пропагандировать легальные механизмы у нас вот активности в гражданском обществе, в гражданском обществе в пику, так скажем, вот экстремистской деятельности в социальных сетях. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Еще один немаловажный аспект, связанный с лидерами мнений в медиасфере, осветит ассистент кафедры конфликтологии Крамова Евгения Валерьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я поговорю сегодня о том, что, наверное, близко, достаточно, достаточно близко каждому из нас, человеку, который входит в социальную сеть и который так или иначе принимает в ней участие. Итак, сетевые войны ведутся изначально в условиях неравных стартовых позиций участников. Как шутит современная сеть, с 1 сентября количество экспертов по политическим, экономическим и социальным проблемам в сети резко уменьшается. Делается намек на уходящих учиться школьников, что в виде бот, в тролле и не только изгладают свои умные мысли в кавычках в интернете. Зачастую этим грешат не только школьники, но и вполне себе взрослые, состоявшиеся люди. И отличие их от школьников заключается в том, что они осознанно осуществляют свои действия в сети, идейно или оплачиваемо. И действия эти, в свою очередь, становятся элементом информационной войны. Возникает два вопроса. Всегда ли блогер является экспертом? И всегда ли эксперт должен быть блогером? Ответ на два поставленных вопроса лежит в пересечении плоскостей восприятия блогера-эксперта с сетевым сообществом и личной ответственности его за свою компетентность в определенном вопросе. За основу рассуждений мы в данном случае берем следующий тезис. У блогера-эксперта цели посещения сети разные, но только один из этих двоих осознает всю степень социальной ответственности за свои слабоместные инсинуации в сети. Исходя из целей, будет вырабатываться и специфика деятельности, характеризуемая стратегией сетевого поведения. У блогера стратегия наступательная. У эксперта, как правило, стратегия защиты. Стратегия вырабатывает тактику. Тактика блогера основывается на привлечении интереса сетевого сообщества к своей деятельности. Любыми путями. Тактика эксперта постулируется знанием, подтвержденным опытом или практической деятельностью в обсуждаемой сфере. Выбор пути ограничен экспертной этикой, о которой уже говорилось выше. Отсюда ответ на вопрос. Всегда ли блогер является экспертом? Нет. Каждый прошедший терния обоснования собственных утверждений теоретическим и прикладным путем, эксперт назовет ряд критериев, определяющих уровень компетентности или экспертности того или иного человека в обсуждаемом им вопросе. Среди критериев и уровень образования, и специализации, согласно ему, и имеющиеся научные исследования, подтвержденные по всем правилам и признанные сообществом, и направление практической деятельности, и стаж работы, и так далее, и тому подобное. Проблема информационной угрозы вырастает именно из этого. И блогеру, и читающему его сообществу, не важны критерии экспертности. Но именно интернет-сообщество наделяет того или иного блогера статусом эксперта. И оно же ему безоговорочно верит. Отсюда исхожение сознания масс, конструирование реальности и прочие издержки информвойны. Все это выступает предпосылкой ответа на второй вопрос. Всегда ли эксперт должен быть блогером? В условиях тотальной информационной войны, о которой говорили выше мои коллеги, мой ответ «да». К этому его подталкивает экспертная этика, профессиональная компетентность и осознание всей совокупности угроз от вовлечения в информационные бои и борьбу за влияние на молодые умы. Современного эксперта сегодня вынуждают отстаивать свое честное имя в толпе диванных вояк и сетевых лжеэкспертов. Применяются общеизвестные технологии очернения от нивелирования значимости научного знания в массовом сознании до противопоставления экспертам ученых в кавычках, которые публикуются в сетевых в кавычках же научных же изданиях, с научными же в кавычках исследованиями, не имеющими ни к науке, ни к практике, никакого отношения. Так, статистику и социологию сетевой сообщества относят к категории лженаук. Есть ложь, есть выносная ложь и есть статистика. Этот мэм, который сейчас вы видите на экране, хорошо знаком каждому из вас. А описание пары-тройки кейсов в проблематике выдает за анализ ситуации. Желающие заработать любым путем в сетевые в кавычках научные журналы публикуют такие в кавычках же экспертные оценки за счет так называемых экспертов. В этой борьбе за сознание интернет-сообщества у реальных экспертов шансы неравны. В отличие от блогеров, они ограничены полем компетентности, что значительно суживает в кругах читателей в сети. Но есть все возможности применения инструментариями оборонительной стратегии. Лучшая защита – это нападение. Эксперт должен становиться блогером. Спасибо за внимание. И теперь, особенно не затягивая, давайте-ка мы перейдем к обсуждению того, что услышали и к высказыванию того, что каждый из вас, или большинство, или меньшинство думают по поводу происходящего в сети, в социальных сетях. Воины – это не воины. Не всегда ли блогер по определению является существом изначально агрессивным и необразованным. Не вырастают ли эксперты из блогеров очень спокойно, да, с течением времени. Ну и так далее. Если у кого-то есть вопросы к тем, кто докладывал сейчас, я, пожалуйста, не стесняйтесь задавать. Если есть реплики по презентации – то же самое. Если есть просто желание выступить и высказать свою точку зрения, тем более за. Прошу вас. Прошу. Кто? Милей, коллеги. Да. Вопрос, Крешат Равкатович. Вот, а если у нас где-то прописано письменно, или, может быть, это обговаривается устно, с сотрудниками университета, недопустимость выступлений или постов в сети, в социальных сетях, которые как-то негативно влияют на бренд, на репутацию университета. Если этого нет, то планируется это... Чтобы не прописать. Спасибо за вопрос. Вообще-то я не являюсь здесь специалистом, да, но вот я бы хотел, я пришел тоже, чтобы послушать, о чем здесь говорится, и я уже сказал, в зависимости от этого, попробовать выстроить собственные линии. Но вопрос задан мне, я хочу ответить, что несколько лет назад мы на заседании, на одном из заседаний ученого совета обсуждали этот вопрос, исходя как раз из того, что ряд дискуссий выносится на площадку средств массовой информации, особенно в том случае, если тот человек, который принимает участие в споре, не согласен с принятым конечным решением. Вы знаете, что всегда принимается решение на заседаниях ученого совета путем голосования, и есть регламент по разным вопросам, где-то это простое большинство, где-то это две трети, должно... И все это расписано. Вот этот вопрос выносился вместе с деканом юридического факультета, тогда Ильдар Абдухач там работал деканом, но мы его прописали, но мы его не приняли тоже после обсуждения с юристами. То есть, хорошо, это пропишем, а что дальше с теми людьми делать будем, которые не соблюдают эти правила. То есть, в действующем законодательстве сегодня не отражено, это либо общественное порицание, то есть мы говорим, да, мы с этим человеком перестаем здороваться. Человек подает в суд и начинает говорить, ну, вообще-то я не обязан со всеми здороваться, я могу и так ответить. Но, тем не менее, у нас возникли спорные моменты, мы пока это отложили так вот, ну, на неопределенный срок. Потому что, хотя, должен сказать, что ряд средств массовой информации тогда прокомментировал, что вот ректор принимает такое решение в защиту собственных интересов, чтобы никто не мог пикнуть в университете, затыкает рот, вот это было обсуждение, точно так же, как было обсуждение, как одеваться. То есть, если необходимо сводить в университете определенный, как бы, дресс-код, но не связанный со школьным формом, потому что, вот сейчас весна наступит, посмотрите, кто будет в чем одет. Да, надо ли ходить, можно ли ходить в тапочках, в босоножках там и так далее. Да, либо должны. Этот вопрос тоже обсуждался, но тоже не было принято какого-то однозначного решения. Мы тогда отдали все это на откуп институтам, то есть структурным подразделениям. Если какой-то институт начинают преподавать или там сделать какие-то формы, мы это поддержим. Если не сделать, то тоже надо. Плоть до того, как должны девочки выглядеть в приемных там, в том числе у ректор. Мы даже рассматривались с дизайнерами разной формы. То есть это из разговоров, которые были вынесены на публику из тех дискуссий. Вот мы сегодня будем что-то обсуждать. У кого-то что-то там застрянет, да, и он вынесет, скажет, ну примерно так, скажет, ректор специально это затеял для того, чтобы принять какие-то меры в защиту собственных интересов. Действительно, если что-то будет принято, я посмотрю и собственных интересов, хотя мои личные интересы, они во многом совпадают с имиджевой позицией университета. А вот принятого документа нет. Это точно так же, я хочу сказать, вот поскольку и студенты, многократно обсуждается вопрос, восстановить или не восстановить целевое распределение студентов. Это хорошо или плохо? Но те, кто обсуждает, все должны знать, что в Конституции есть отдельная статья, которая противоречит этому пункту. Поэтому, если организация не заплатила за вашу учебу, либо не кредитовала какие-то ваши действия, то в этом случае вы совершенно свободны определяться с местом своего продолжения работы после окончания университета. Хотя вы знаете, что в средствах массовой информации, в Госдуме, все время этот вопрос так или иначе инициируется, педалируется, обсуждается. Особенно любят к этому подходить директора предприятия. Когда мы с ними встречаемся, обсуждаем эту проблематику, я им всегда говорю, сделайте мотивационные вещи, то есть сделайте так, чтобы выпускнику было интересно к вам прийти. А это заработная плата и социальный пакет. Начиная от квартиры там, ну и все другое. В советское время это было. Вот я бы вряд ли, когда приехал в Елабургский пединститут, работать, если бы мне не был предложен социальный пакет в виде квартиры. Дали сразу в течение двух месяцев. Поэтому для молодого человека это тоже большое. Тем более, тогда государство давало не в ипотеку, а вот просто. И это резко уменьшит количество желающих участвовать в информационных войнах. Если у всех будут квартиры через два месяца после распределения. Я не знаю, может быть наоборот, более удобно будет троллить там сидеть и так далее. В комфортных условиях. Смотрите, я уже терминологией пользуюсь, то, что здесь молодой человек сказал. Флудить еще можно сказать. Спасибо вам за вопрос. Да, залить чем-то, да? Да, пожалуйста. Я хотела только немножко прокомментировать, как юрист. Дело в том, что 16 марта как раз был утвержден новый обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. И в этом обзоре как раз рассвешиваются новые подходы с юридической стороны к этим вопросам. Законодательство это не менялось, но вот практика вырабатывает новые подходы. И в частности, сейчас, например, ущемление чести, достоинства и особенно деловой репутации организаций толкуется судами несколько шире. Вот приведены такие интересные примеры. Например, отрицательное высказывание о руководителе предприятия, организации расценивается как ущемление деловой репутации уже самой организации. Ну, как офф-пофф, таков и приход еще, говорят, да? Ну, это совершенно не путь. Можно так сказать. И за такие высказывания, то есть, были привлечены к ответственности люди. Кроме того, вообще, вот, конечно же, юрист учитывает вот эти информационные войны. Здесь и законодательство в этом плане развивается, особенно в судебной практиках. Например, тоже приведен пример, это уже в другом обзоре, два порядка обзора вышло в судебной практике. Там тоже приведен пример, когда высказывание о том, что организация регистрирует патенты тролли, есть такое выражение, тоже было расценивано, но как причинение бреда, деловой репутации этой организации, о которой было это сказано. То есть, хотя вот прямых оскорблений нет, но сейчас инструкционные войны ведутся так, что не напрямую людей оскорбляют, а косвенным образом воздействуют на сознание, на, так сказать, на имидж этой организации, у человека там как-то. И судебные практики, вот эти тоже уже сейчас учитывают. Раньше, Светлана, я не знаю, мы все вместе работали, да, раньше это не считалось в подчинении бреда, там, деловой репутации, ищение, и честь, и достоинство. Сейчас уже вот это... Спасибо. Спасибо. А скажите, пожалуйста, уровень ответственности в каком виде? Что наступает? Если это штраф 5 тысяч рублей, то... Сейчас введены новые, кстати, спасибо за вопрос, в точку пропаган, есть разные кодовственные изменения, и там уже сейчас предусмотрены и новые виды защиты. Это как и опровержение в средствах массовой информации, шейф применяется, письма различного рода, которые, так сказать, опровергают эту информацию и сообщают действительную, так сказать, информацию. Ну, можно конденсацию морального бреда потребовать и прекратить нарушения, есть такие тоже. Я хочу сказать, что вот когда неадекватно уровень ответственности, тогда это очень выгодно тем, кто занимается этим делом, этими информационными войнами, они осознанно на эти процессы идут, поскольку вот вопросы, связанные с очередением либо организации, либо личности, они, особенно в журналистской среде, начинают раскручиваться. У нас есть понятие журналистского сообщества, журналистского братства и так далее, да? Мы видим, как это в жизни происходит, и те, кто сидит в блогосферах, все это раскручивается, а потом уровень ответственности такой очень маленький, и либо очень мелкими буквами пишут, извините, пожалуйста, значит, все, что было сказано об этом человеке либо об этой организации, не соответствует действительности. Это уже никто не читает, да? Это все читают, вот, то есть, особенно если эти люди, ну, публичные, да, все о всех процессах, все о нем написали, потом идут слухи, вы знаете, о нем что написали, вы знаете, что он сделал, да? А потом, ну, ну и что? Я это прекрасно по себе, вот, любой человек, который публичен и который что-то делает, не совсем, скажем, шаг за шагом или степ за бай степ, да, как Мотно сейчас говорит, то есть, у нас жизнь, к сожалению, очень короткая, если ты чего-то хочешь сделать, то нужно делать это не всегда последовательно, да? Вот все, кто занимается вычислениями, знают, что быстрое вычисление тогда, когда есть параллельное вычисление, либо в облаке, ты сидишь. А здесь, шаг за шагом, когда ты можешь, тебе может понадобиться и 100, и 50, и 155. Вот примерно то же самое происходило у нас в университете в результате объединительных процессов в 2010 году. Но мы все, кто старшие поколения, мы участники всех этих процессов. Хотя и ректор, и те люди, которые пришли в 2010 году, они пришли на готовое распоряжение правительства и указ президента, да, об объединении. Правильно и неправильно начали обсуждать в 2011-2012 годах. А указ готовили в 2008-2009. В 2010 он уже вышел и начал реализовываться. Поэтому мы всегда, есть в русском языке еще, как бы тезис, мы умнеем задним часом, да? То же самое, что происходило в 90-е годы, когда произошел развал Советского Союза. Мы помним, молодыми людьми, мы все выходили и радовались. Ой, как хорошо, значит, железная занавеснята, мы можем говорить все, что хотим, но прошло буквально полтора-два года, и мы поняли, куда мы попали. Да? И что начало происходить? Что... Вот у меня есть тоже вопросы, если позволите, я бы хотел вот и юристам, и тем, кто вот выступал, спросить. А вообще комментарии по сегодняшнему законодательству, особенно вот анонимно, они являются продолжением текста, либо это как бы две независимые части, особенно электронных средств. То есть вот есть текст, да, он опубликован, статья какая-то, да? А вот потом пошли комментарии. Они с точки зрения юридического права, они являются продолжением текста или нет? Поскольку любые комментарии, они модерируются автором. Вот здесь было сказано... Не обязательно автором. Позвольте, я немножечко скажу. По-моему, есть изменения в закон, все-таки вы посмотрите. В 2010 году вот как раз тоже Верховный суд Российской Федерации принял разъяснение по этому вопросу. Перед этим предшествовала большая дискуссия между Верховным судом и представителями Роскомнадзора. И ситуация сейчас разрешается таким образом. Если есть комментарии к публикации в СМИ и на них буквально не было, не поступило заявление в Роскомнадзор, то эти комментарии, если не отмодерированы даже СМИ, за них несут ответственности субъекты высказывания, но не сами СМИ. Если поступило заявление в Роскомнадзор и это дало основание Роскомнадзору дать предписание данному СМИ, то в течение суток это СМИ должно удалить комментарии. Но если в течение суток не удалили, то тогда встает вопрос о санкциях против конкретного СМИ. Но я как член комиссии общественной при Роскомнадзоре Республике Татарстан могу сказать, что политика такая. Роскомнадзор реагирует только на такие заявления, которые касаются высоких рисков, например, экстремистских и террористических комментариев. Потому что если создать прецеденты жалоб на вредные, нужно разделять вредные и незаконные высказывания. Просто много вредных комментариев и если создать прецедент реагирования на заявления по поводу вредных комментариев, затрагивающих честь, достоинство и так далее, то тогда население, я снимаю эту политику, просто завалит этими разными заявлениями. Поэтому она более лояльна, эта политика. И есть такие ситуации, что, вот, например, я приглашала реальное время к нам сюда на круглый стол и пыталась отправить им пресс-релиз. У них на почте настолько она забита, мне пришел ответ, что мы не можем, почта забита. Автоматом ящик забита. И вот вставал вопрос такой, что если Русскомнадзор какое-нибудь сообщение по поводу того, что у вас есть комментарии, вы обязаны на них отреагировать, отправить на почту, а у них почту не принимают, вот они могут стать субъектом ответственности. В противном случае редакция ответственности не несет буквально. Даже если премодерация есть? Да, премодерация, она вообще рассматривается как цензура, она не приветствуется. Это как бы государственная политика по отношению интернета. Сейчас вышел учебник новый, 13-го года выпуска Андрея Георгиевича Рихтера, правовые основы интернет-СМИ, там появились новые главы, то есть там говорится о том, что вот такая политика. Мы же сегодня, у меня просьба сегодня рассматривать не только то, что существует и регламентировано законодательством, поскольку мы имеем сегодня возможность и влиять на то законодательство, которое есть, если есть у нас достаточно большое обоснование тех наших предложений, которые мы можем сделать. Поэтому у меня возникает такой вопрос, может быть и коллеги возбудятся, наконец-то начнут побольше вопросов задавать, не только мы здесь за этим столом друг к другу, связано с тем, что насколько вот эти комментарии или высказывания, во-первых, они практически все анонимные, то есть вы не можете понять кто и что без тех людей. Во-вторых, насколько я знаю, всегда существует модератор этой площадки. Это все сказка, что там люди могут. Но я попытался несколько раз зайти, мне просто... Если я подписываюсь к Гапуровым, меня пишут. Если я пишу Иванов Сидоров, то все, значит, вы преднамеренно это делаете. Но вопрос такой, насколько есть... Есть ли исследования, которые бы ответили на один вопрос, насколько комментарий влияет на формирование общественного мира? Кто-то занимался этим исследованием или нет? Если позвольте, у меня вопрос... Только у меня просьба приводить не глобальные. У нас понятно, что мы видим и передачи, и в центральных телевидениях, и в других, да, то есть целенаправленно. В то же время есть такая площадка, как Дождь, да? Есть. Мы вчера только или позавчера слушали нашего тоже коллегу из набережных, Челнов, он там интервью давал по поводу того, что он будет избираться в Госдуму и так далее. Ну, вот этот вопрос кто-то может ответить? У меня вопрос к залу я не вижу, коллеги, может быть, я просто просмотрел. От бизнеса онлайна кто-то есть? Нет, да, потому что приглашали их. Я позволю себе чуть прокомментировать вот то, что Ильша Травкай сказал, вернее, пояснить практику конкретного популярного издания, которое все здесь, наверное, знают, да, электронная газета бизнес онлайн, когда та или иная публикация, репортаж, отчет, там, не важно, а по жанру, сопровождается нередко гораздо более обширными и, скажем так, разносторонними, в том числе и по фактуре комментариями, чем на объем информации, содержащейся, собственно, вроде бы в теле, в базовой, в матке, в этой статье. И понятно, что, я не знаю, Светлана Каимна меня, не знаю, даже приятно, не приятно удивила, но не она, конечно, а право законотворца там наши, что не приветствуется премодерация, это вопрос редакционной политики, кто мне может приветствовать, не приветствовать, я, например, говорю, что я не буду говорить о помидорах, потому что это последновые, а я вот противник, и в моих, на страницах моего издания этого не будет, и что? Ну, это частности. Вопрос, на самом деле, вот, да, да, вы активный блогер, помимо всего прочего. Боюсь, что я вас разочарую, я не блогер, я аналитик, вы, вот, как вы все-таки противопоставляете это, вы прекрасный блогер, вы являетесь очень приличным блогером, я смотрю ваши тексты, и я при этом понимаю, что вы аналитик. Вот, журналисты с этим не согласны. Вас уже сошлось все. Спокойно. Пожалуйста. Я позволю себе ответить, потому что среду, о которой я анализирую, то есть являюсь аналитикой, с 2011 года, и могу сказать на примере имиджа этнокомфессиональных отношений, если так позволить им сказать, в Сатарстане, в общественном мнении, вернее, во мнении блогерской среды, в Москве, Питере, то есть в столичном регионе, таким образом задается, то есть формируется имидж, вот именно исходя из инстаментов, которые идут к тем или иным постам. Я могу вас, коллеги, очень жестко и жестоко разочаровать, наверное, но то, что мы видим здесь в отношении этнокомфессиональных отношений, в отношении конфессиональных отношений и, извините, с патологией, и ощущаем их на себе и живем в этом пространстве, очень резко отличается от мнения, которое сформировано комментами к блогам в сетях со своими «Контакт», «Фейсбук», «ЖЖ» и так далее. Абсолютно противоположное мнение у людей. Причем эти люди, которые являются активными блогерами остальщиками региона активно пишут мне, спрашивают, но мне, как эксперт, не доверяют. Доверяют комментариев с их. И вы считаете, что это нерегулируемая вещь? Это регулируемая вещь, но сила, которая просерпоставляется той силе, которая идет из определенных ребенков, должна быть равновесной. То есть работать должен специалист. Равновесной по массе, равновесной по глубине мысли, равновесной по степени, по мастерству подачек. По мастерству подачек. То есть можно меньше, лучше, меньше, но лучше. Меньше, но лучше. Ленин прав. Еще я, знаете, могу добавить, что есть косвенные исследования, которые проводили в свое время фонд защиты гласности Союз журналистов России, которые свидетельствуют о том, что в российском обществе спокойно относятся к языку вражды, который как раз в комментариях в основном и высказывается. У нас просто низкая культура коммуникации у населения. Здесь ничего не поделать. Порог чувствительности. И причем у нас она подогревается, эта низкая культура. Ну, такая базарная, понимаете, выяснение всяких отношений. Что касается СМИ, то это, конечно же, не журналисты. Журналисты в этом не заинтересованы, потому что их смыслы, смысл их публикации, хотя они иногда бывают тоже ужасные, но все равно они смещаются вообще в противоположную сторону. В этом заинтересованы СМИ как медиапредприятия. Сейчас вот этот вот рынок, слепой рынок, который в 90-е годы был развязан, медиарынок, он настроил на то, что чем больше, тем лучше. А о чем конкретно, нас это уже и не интересует. И все вместе, вот публикация с количеством комментариев, это называется гипертекст. То есть гипертекст, если он велик, если, например, я открываю публикацию, вижу там 200 комментариев, я даже не вдумываюсь, какие они, то для меня как представителя этого СМИ, хорошо, вот я хорошо отработал, а если там три комментарии, то я плохо отработал. А что там конкретно, и что там смазаны совершенно смыслы, меня как представителя данного СМИ это не интересует. Это я говорю о плохом, но вот рассказываю, констатирую ситуацию. Вот тогда, если любые мероприятия с моим участием, тогда СМИ всегда хорошо работает, поскольку комментарии всегда больше 200. Поэтому никаких проблем нет. Я только что просмотрел, после того, как Юрий Прокопьевич назвал бизнес онлайн сегодняшнюю публикацию, но самые максимальные там 80 комментариев. С моим участием было бы намного больше. Это с одной стороны говорит то, что интерес к университету очень большой, да, и мы занимаем все больше те ниши, которые, кем-то уже заняты, и у людей есть, может быть, собственное видение к этим мероприятиям. Посмотрите, что происходит вокруг этого здания, связанного с этим парком. Я говорю с парком, не с парковкой. Самое главное, никто никогда не говорит, хоть кто-нибудь видел проект этой парковки. Я спрашиваю журналисту, а где проект? То есть, откуда вы взяли, что здесь намерены делать стоянку? Говорят, сказали, вот тот сказал, этот сказал, третий сказал, четвертый сказал. Никакой парковки и стоянки там нет. Там мы планировали заасфальтировать все те площадки, которые были. То есть, вот дорожка там исторически была, исторически дорожку заасфальтировали. Откуда появилась стоянка, никто не знает. Но все до сих пор обсуждают какую-то стоянку. Но у нас, господа, и на тротуарах стоят машины, правильно? Если там кто-то сзади почистил снег, поставил машину, это не говорит, что это официальная парковка либо стоянка. Ну, я говорю, а вот, и говоря о Татарстане, я задал конкретный вопрос, то есть, насколько сами календарии формируют общественное мнение. То есть, они однозначно, а, они формируют, и, по сути, они зачастую бывают определяющими, даже не сам текст, а вот эти комментарии, поскольку все читают. Совершенно верно. Вот разговор об этом шел. Второе, значит, ну, отношение по вопросам межкультурным, межконфессиональным, то, что в Татарстане и мы живем, и за пределами Татарстана, как к этому относятся, мне кажется, там есть специальные, как бы, структуры, которые это раскручивают, и точно так же, как про нас, про Чечню, про те республики, которые, ну, являются, с одной стороны, национальными республиками, в любом случае, и в названии это есть, хотя в Татарстане примерно 50 на 50, как бы, национально. Вот если взять мою семью, то у нас какая семья национальная? У нас, зять у меня один русский, другой татарин, которого татарского не знаете, я всегда говорю, у брата, жена еврейка, мы кто, да, то есть, у меня, вновь изучает сейчас английский язык, он говорит, я микс, I mix, да, то есть, ну, понятно, поэтому, но в то же время, по-разному, трактует все время, там, либо мои высказывания, либо то, что говорят члены моей семьи. Я просто хочу еще, вот все-таки, вот, коллег попросить, опуститься, до уровня наших проблем, и не проводить, понятно, что идут войны, информационные войны между странами, мы все это понимаем, мы знаем, мы всегда приводим примеры, откуда-то издалека, да, у нас есть собственные примеры, и вот, я с этого начал, как бы, попросил, поближе подойти к вопросам, связанным с университетом, с теми проблемами, которые есть у нас действительно, и те проблемы, которых у нас по сути нет, но они виртуализируются, и в виртуальном пространстве, как бы, сами по себе рождаются, иногда, да, и как можно это регулировать, надо это регулировать, надо обращать внимание, или не надо, я не зря задал вопрос, что вот, нашим юристам, насколько уровень ответственности, да, ну, ваши коллеги неоднократно приходили, и говорили, мы говорили, четверо-катус, давайте подадим суд, да, мы когда просчитали все тяготы, и, ну, я имею ввиду, и трату времени на процессах, раскрутка, мы сами иногда этим пользовались, когда раскручиваются, раскрутятся, потом говоришь, извини, но, это как в анекдоте, выборы уже прошли, в Госдуму, да, а потом человеку сказали, да он не такой, там, он вообще-то хороший, извинились перед ним, но до выборов его уже не допустили, да, вот все эти вещи, они потом возникают, и насколько вот эти манипуляции, они сегодня, то, что они актуальны, понятно, насколько они сегодня имеют значимость, и насколько они влияют в преддверии принятия каких-то решений, да, вот скоро у нас выборы в сентябре, сегодня блогерские сообщества будут на этом зарабатывать, это тоже однозначно, да, поэтому этот процесс, он такой, то есть, вот поэтому разговор не только о войне идет, а вот блогерские сообщества, ну так, может не очень грамотно будет, как инструмент достижения, там, целей, да, или еще что-то, вот может быть вокруг этого мы бы тоже поговорим. Ильша Травкакович, вот я могу сказать, что есть еще один гибкий инструмент, кроме судебных практик, вмешательства вот в эту сторону вопроса, связанного с медиасферой. Вот, например, у нас в ноябре, вообще в целом, Татарстан вместе с двумя другими регионами включился в грантовый проект общественной коллегии, пожалуй, на прессу, я говорю о Третьейском суде. И у нас в ноябре была инициирована региональная коллегия, пожалуй, на прессу, где сопредседателями, вот выбраны я и Римма Атласовна Ратникова. И там как раз можно инициировать все вопросы, связанные вот с этой нечестностью, манипулятивными практиками в регионе. К сожалению, вот, кроме того, Я хочу немножко воспривать, я сегодня здесь нахожусь, не для того, чтобы, вот, чтобы тоже наша канва, обсуждение не пошло в одну сторону, что вот нужно защищаться, что-то делать. Ну, я, конечно, не нуждаюсь пока в этой защите. Разговор идет о продвижении имиджа университета, как такового. С ректором, без ректора, это другой вопрос. Нет, без ректора не получится. У нас во всех, я же с этого начал, во всех рейтинговых агентствах, в частности, в КУЭСе, 60% занимают академическую репутацию. Да? Это включает как опрос, значит, академического сообщества, так и опрос работодателей. Вот, интересно, здесь же не только журналистское сообщество, здесь политологи, конфликтологи, как было сказано, юристы. Поэтому, это очень важный компонент нашей с вами дорожной карты. Когда мы обсуждали дорожные карты на Юрфаке, значит, вот, Халл Дмитриевич и у других, вот эти вопросы возникали, в чем вклад гуманитарного блока в продвижение в университет. Вот это 60%. Хотя понятно, что академическую репутацию делают и научные открытия, научные публикации, статьи, выступления на конференции. Да? Это все идет к одному. Но очень важные компоненты, почему мы, вот, честно, с Российской газетой переговоры ведем, и нам не нужно работать внутри только страны. Это мы говорим, у Российской газеты есть вкладыши, там огромное количество стран, где мы рассказывали о том, что делается в нашем университете. Год с ними сотрудничали. Да, поэтому это вот с этим важно. И особенно мы пытаемся, чтобы эти публикации появлялись во время каких-то знаковых событий на территории этих стран, поскольку в это время идет интерес к русской прессе, ну, к российской прессе, правильно ли мы им так. Понимаете? То есть это... А тут сейчас так пойдут, вот ректор пришел, сказал, о нем там что-то пишут, хорошее, плохое, и он защищается. И вот я об этом не нуждался, и когда главой администрации работал, 12 лет, я исхожу из принципа собака лает, караван идет, да, как бы мне нет времени на это все. А то бы я так вот знаю, что наш юрфак есть, и там очень толковые юристы, нанял бы там человек 20, сказал, вот вы меня там защищайте. И потратил бы на это огромное количество времени, энергии и всего остального. Ну, время рассудит. В России надо долго жить, чтобы видеть результаты своего труда. Да? Хотя только я жил очень мало, он сам не видел, мы сейчас видим. У нас 130-летие на днях. Так, пожалуйста. Спасибо. Он не на днях близко, а то он сейчас скажет, что завтра-послезавтра. В связи с тем, что сейчас сказал Ильшат Равкадыч, вот у меня просто попутно такой возникает вопрос. Мы здесь, собравшиеся аудитории, вот мы себя сами как интересно позиционируем, может быть, кто-то мне скажет. Мы в этих воинах, в этих склоках, в этих схватках информационных. Мы что? Мы обороняющаяся сторона, и нам нужно понять и друг другу рассказать, как лучше оборониться, да, от неоправданного там урона. Мы сторона, которая собирается атаковать, и тогда нам нужно понять, как микшировать оппонентов и провести свою точку зрения, грубо, утилитарно совсем продвинуть университет, или мы некий такой блок или сообщество отстраненных, или отстраняющихся от этого. Мы будем потреблять информацию. посторонние направления. Да, 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 ну я брехтовская уже там отстраненность, отсюда термин-то пошел. Кто мы? Вот кто может сказать? Я наблюдаю за тем, по-моему, пока мы все здесь разговариваем, один человек уже пишет, там уже я понял, в сети скачал уже, скажи честно, все там уже в порядке. Наоборот, размещают. Ну я об этом говорю, туда уже, туда уже скачал, я как раз это имел в виду. Пожалуйста, можешь высказаться по этому поводу? Только назовите, не все знают. Тимуршин Тимур, блогер. Я не могу комментировать, с какой точки зрения мы должны смотреть на эту позицию, ВУЗ в частности, потому что, во-первых, не студент ВУЗа, не сотрудник ВУЗа, но как Казань, житель Казани, могу сказать, что на самом деле ВУЗ становится объектом интереса. очень часто со стороны и СМИ, и различных групп активистов, и со стороны в том числе и процедуальных сообществ. Ни для кого не секрет, что есть куча конфликтов, которые проходят в стенах ВУЗа, ни для кого не секрет, что позиция ВУЗа по многим вопросам, в том числе, например, по рейтингам, по парковкам и по другим вызывает много вопросов. Проблема нам нужна именно в данном случае, в данных ради коммуникации лежит в том, что, во-первых, нет информационной открытости и, соответственно, появляется поле для домыслов, для манипулирования фактами и так далее. Человек понимает, что, с моей точки зрения, фактами обе стороны вполне успешно на самом деле. Соответственно, именно с точки зрения блогера, опять же, не эксперта, могу сказать, что было бы интересно, если бы ВУЗ, если бы он заинтересован в минимизации, скажем так, репутационных издержек, в том числе, через социальные СМИ, через контакты с прессой и так далее, каким-то образом скорректировал политику коммуникационную и активный призыв от прокурсов общественности к своим задачам. Вводил в курс, проводил какие-то мероприятия, на которых общественности могли бы выражать в той или иной форме и так далее. То есть, общий призыв к большей информационной открытости, я правильно понимаю? А вы, скажите, пожалуйста, Тимон, а вот вы вообще в сайт университета заходите когда-нибудь? Нет, не захожу. Тогда о какой открытости вы говорите? У нас все отчеты, все высказывания, все передвижения, в том числе и ректоры на сайте есть. Там весь сайт, ректоры отдельно. Я пришел сюда и захожу, уже пишут. Мы очень открытый ВОЗ и по открытости мы в мире признаны наш сайт достаточно открытым. У нас все программы на сайте есть. Поэтому, понимаете, одно дело, когда говорить об этом и быть заинтересованным, и другое дело просто говорить об этом. Я задал конкретный вопрос, вы сказали насчет открытости. Что значит с общественностью? Там ВОЗ... Нет, нет, я просто доскажу. Давайте, раз уж мы... Я же вас высушил, да? Вот вы сказали о каких-то рейтингах. Рейтингов всего три. Во-первых, когда мы говорим об этом, нужно знать, что происходит в мире. Рейтингов мировых, глобальных всего три. Это КОЭС, Шанхайский Таймс. И мы достаточно неплохо везде продвигаемся. Мы вошли в один процент элитарных лучших вузов мира. Да? Поскольку позиции в Таймсе, нам это позволяет сказать. Я тогда задаю вопрос, когда мне говорят, откуда вы взяли? Я спрашиваю, а вы знаете, сколько университетов в мире? Мой оппонент не может ответить. Да? Я спрашиваю, какие позиции, то есть что мониторит рейтинговые агентства глобальные? Они не могут ответить. И что мы должны все время? И потом понятие. Вот вы сказали, разные точки зрения про парковку. У нас точки зрения по парковке нет. Мы не собираемся делать парковку. Это не входит в функциональные обязанности университета, поскольку главная наша задача сегодня это инфраструктура и заработная плата. И я имею в виду инфраструктуру не только зданий, но и научно-учебная инфраструктура, включающая научно-исследовательские лаборатории. Это университет, это инфраструктура, дающая возможность человеку развиваться. Будь то студент, либо это. Просто когда, ну, все время говоришь на разных языках, и я не собираюсь посвящать свою жизнь, сидя вот в интернете и отвечая на вопросы. Мне тоже говорят, а что вы свой там не откроете? Все мои перемещения в инстаграме тоже оно представлено, да? Я не знаю, какую открытость надо еще. Я должен встать утром и сказать, вот я встал об этом писать, что ли, да? То есть если кто-то хочет, он все находит. Вот во-первых, все, что мы не обязаны обсуждать с общественностью, то, что делается внутри университета, это проблема, это вопрос академического сообщества самого университета. У нас 9 тысяч человек работает сегодня в университете. 9 тысяч, причем сюда мы не входим обслуживающий персонал, ни дворников, ни водителей, ни охранников, которые находятся на аутсорсинге. Да? Вот просто вот этот вот пример, 9 тысяч человек могут иметь 9 тысяч мнений. Поэтому мы исходим из мнений большинства. Это все как бы может мы поэтому и попросили собраться в этом зале. Мне тоже коллега говорит, вам зачем приходить, мы сами без тебя проведем и так пообсуждаем, поговорим. Мы используем любые площадки для коммуникации, для объяснения, чего у нас происходит. Все дорожные карты обсуждались в каждом институте и они вообще в целом не то что обсуждались, они формировались самими институтами. С первого раза где-то не получалось, со второго, третьего, четвертого, пятого захода, поскольку не у всех было однозначное понимание, чего это такое дорожная карта. Все говорят, вот мы рассказываем вам о развитии структуры там, юридического факультета, экономического института, либо друг. Мы говорим дорожные карты по продвижению международных рейтингов. В обществе могут задать вопрос, вам зачем это нужно? А это дает возможность позиционироваться в мире. Мы не университет региональный. Мы не университет, который позиционируется в Казани, либо в Татарстане, либо в округ. Мы университет, который позиционируется в мире и ищет свое место. Поэтому сейчас всем как бы поставлена задача для того, чтобы вклад каждого понять, где он находится, ввели понятие предметный рейтинг. Это тоже не мы установили, это мир установил. Мы просто вписываемся в траекторию развития мира. Поэтому здесь, поэтому я думаю, нам побольше надо, во-первых, со студентами встречаться, со своими, объяснять, куда мы идем, зачем мы идем и что это нам дает. у нас 3200 иностранных студентов. Иностранные студенты это показатель привлекательности вуза, точно так же, как ЕГЭ, как бы к ЕГЭ кто ни относился. Я не говорю, что ЕГЭ это хорошо или плохо, но ЕГЭ это измеримый параметр качества абитурента на сегодняшний день. Пожалуйста. Последние три минуты, сейчас Тимур извини, последние три минуты обсуждения наглядно, мне кажется, показали, уважаемые коллеги, обозначилась все-таки разница между блогером и экспертом, потому что выяснилось, что Тимур не смотрит на сайт, но критикует университет за недостаточную открытость. Сейчас будет. Давайте я скажу, что ты думала. Во-вторых, извините, я просто закончил. Газета «Алкоммерсант» в своем материале о парковке сообщала, что пресс-секретарь КПУ Камиль Гараев на территории в организованной парковки. А здесь, если что, только Камиль Гареев вот смотрите. Взяли другая с другой СМИ. Тимур. что запретили с парковки был сакционирован лично Миниханов. Если, извините меня, Миниханов, сакционировали то, чего не было, значит, у него нет формации? Нет, но, Тимур, ну надо признать, что с ответом все-таки ты немножко промахнулся. Вот прям так чисто сердечно признаться, что я ВУЗ критикую, но на сайте не бываю. Я не говорил, что я критикую ВУЗ. Я говорил, что... Много вопросов. замечает, скажем так, к работе в УКО. Вы знаете, нельзя относиться к жизни, мало ли кто есть. Вот нужно всегда требовать документы, да, какие-то. ВУЗ открыт. Шерландович, я еще раз, я не говорил о конкретных проблемах, я говорил о том, что есть вопросы, по которым нужно будет быть более открытым. Хорошо. Будем открыты, вот же пришли. Нормально, нормально. Вот это уже правильная постановка. Я прошу прощения, Галина Викторовна, просто я увлекся блогером, вам слово, пожалуйста. А сейчас Галина Викторовна тоже скажет, я эксперт в этом деле. Да, естественно, что же она будет. Я так поняла сегодняшнюю задачу Круглого стола, которая связана с информационными войнами. Главная задача заключается в том, как должен реагировать молодой человек, для нас это прежде всего студент и, наверное, еще больше студенты, которые связаны с коммуникационными навыками, профессией, специальностью, журналистами, связями с общественной сфоколитологией. Как они должны реагировать на эту информационную войну и как они должны выстоять? Ну да. В двух аспектах. Это глобальная информационная война и информационная война, которая ведется против так называемой малой родины, в которой входит и наш университет. Я думаю, что самое главное, что мы должны сделать, чтобы студенты и молодежь выстояла, это сформировать у них собственную позицию. И тогда никакие технологии, потому что все технологии, о которых говорили, это все техники, понимаете? А информационная война это уровень сознания. Вот где мы, не думается, мы не дорабатываем, чтобы вот такая позиция твердая была у наших студентов и прежде всего у студентов отделения коммуникационного. Конечно, должны быть прочные знания политико-правовые. Наши студенты, к сожалению, очень хорошо знают, какой политический режим в какой-то стране. Африки, но когда их начинают спрашивать, по организации власти в нашей спорте Катарстан и кто ее возглавляет, затрудняются ответить. Это первое. Второе, я думаю, что мы должны вести очень серьезную работу по, извините, слово такое ругательное теперь стало, патриотизм, но именно по патриотическому воспитанию студента. И это не должно быть какими-то мероприятиями, это должно быть как система, на каждом занятии, в каждой аудитории студенческой. Вот тогда они не будут говорить, что у нас тут плохо, там плохо, здесь плохо. Они будут рассматривать наш университет как самый хороший, самый лучший университет в мире. Да, ну, значит, они что, могут лишиться критичности мышления, да, то есть они не будут рефлексировать объективную действительность. Я просто уточняю, да. Включаемся, да? У меня маленькое дополнение просто есть. Дело в том, что я, к сожалению, не знакома, лично, я не знаю, раньше не были студенты, но буквально на днях, насколько я понимаю, пять лет назад студенты ПФО заняли первое место, то есть выиграли всероссийский конкурс, который называется Полит-Пиар-Про в Санкт-Петербурге. Где они? Я подозреваю, что это коммуникационщики выиграли. Мои поздравления, коллеги. Три года назад мы пытались это сделать, у нас не получилось. В этом году ПФО-ушники выиграли этот конкурс. Где они? Почему мы не знаем этих героев? Это ПФО-петербург, это всероссийский конкурс. Я понимаю, студенты-то наши? Ведь наши ПФО-ушные студенты выиграли конкурс Полит-Пиар-Про. Это Санкт-Петербург, председатель жюри Игорь Евгеньевич Митушев. Николай М.Пиар-Шкетин. Ну да, знаем. Николай мы знаем. Поэтому я хочу такую немножко ложку меда в адрес наших студентов. В бочку, да? Да. Спасибо. Еще какие-то реплики, предложения, пожелания? Прокупчик. Да, да, конечно. В момент, значит, две, два момента таких, которые я считаю существенными. Вот. Ну, в ответ, мне представляется, что все-таки глобальные войны, не связанные с нашим умом. Вот тот же самый депутат молодой, да, который избирался в Горсовет от Единой России, а потом вступал в... Челлах. Да. Мингалим. И, конечно, финансирование от Ходорковского, понимаете, это же нонсенс, да? В качестве реплики журналист, между прочим. Да, да, да. Соответственно, это видно, мы с глобального уровня переходим на уровень местный, хотя сейчас это проблема партии Единая Россия, которая должна принять соответствующие меры, потому что, если ты хочешь идти в Парнас, значит, соответственно, вступай в Парнас и там... Ну, какие меры? Исключат из Единой России, да и все? Ну, я думаю, что такое решение будет, посмотрим, но мы здесь не можем, да, за какую-то группу это давать, соответственно, комментарии. Теперь, второй момент, значит, вот как могут ученые, скажем, противостоять каким-то вещам, когда вот идут информационные атаки на университет, на Татарстан и так далее, да, вот как можем, там, вот через экспертный совет, да, постоянно собираем ученых, отражаем? Вот в этой аудитории, я смотрю, многие здесь присутствовали, да, и рассказывают о информационной атаке, которые были, да, через вот гроздья гнева, вот этот доклад, да, значит, который по-другому совершенно представил этническую ситуацию издали, и вдруг мы это увидели, да, могу сказать, что наук не государственных органов до сих пор, вот фагм создан, да, вот, до сих пор черпают информацию оттуда, да, то есть мы смотрим и, соответственно, пытаемся это корректировать, да, но академическая наука, она отстает, академическая наука что-либо отсмысливает через полтора года, поэтому здесь у нее, значит, больших возможностей нет, значит, следовательно, когда мы говорим о необходимости и возможности пиара, как было сказано, да, какой-то вот малой нашей родины, там, организации, вот, которые мы представляем, соответственно, республики, в которой мы живем, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, решиваться здесь не буду, вот, хотя бы, здесь очень важно, значит, мы должны действовать только на позитиве, не обращать внимание на тех людей, да, которые пытаются вот эту вот ложку, там, дегтя, да, везде подсунуть, ну, и что, вот, пусть подсовывают, соответственно, да, то есть у них вот такое мнение, ну, значит, мы не должны обращать на это внимание, да, вот это будет всегда, вот такие вот вещи, да, и, следовательно, здесь, мне кажется, просто соотношение есть наука, а есть технологические моменты, да, поэтому, когда мы комменты читаем, да, мы, смотрите, мы впадаем куда? В технологию, с нами проводят технологию, да, мы же содержание статьи, да, мы их прочитали, вот, а наука с этим не работает, с технологиями наука не работает. Я так и знал, что вы отгородитесь отболивая, теория и так далее, вот поэтому мне представляется, что научная задача, да, безусловно, это осуществляет, да, а что касается, значит, деятельности положительного пиара, пиар-службы организационной, безусловно, каждый, значит, член университета, от студента до, я не знаю, там, до заслуженного профессора, да, вот, которые в этом участвуют, естественно, с позитивной, исключительной точки зрения. Ну, да, Андрей Георгиевич, все это прекрасно, но, я не знаю, коллеги, которые, честно, журналисты знают, наверное, да, классический слоган такой, по крайней мере, англосаксонской журналистики. Good news is no news, bad news is news. Психика человеческая, никуда не делась, она вот в этом смысле не изменилась. Другое дело, что, конечно, да, академические, наверное, представители академической науки не в состоянии заместить, как у Пелевины было, было, у него там нецензурно, боевые на П системы, да, вот эти вот боевые отряды должны быть, да, идти в эти сети, идти в эти блоги, противопоставлять, аргументировать, они должны быть глубокими и яркими одновременно. Тогда, да, тогда можно микшировать какие-то. Да, конечно, телевидение университета. Урангальд, кажется, здесь стоит подумать над тем, чтобы наше сообщество, я имею в виду, конечно, романисты, чего, громче, лестница, в какой части практически ключицу этого работа, в части, я имею в виду, он задействован в этой информационной войне очень слабым, на мой взгляд. Хотя, возможно, очень большое, много студентов, есть достаточно профессионалов, и в этом смысле я с Тимуром не согласен, с тем, что, например, какие-то инициативные люди, на мой взгляд, это видно иногда некое координированное действие. И когда мы говорим о том, что это было нам, то, что мы можем чувствовать касаться самого места. И это не секрет, это видно не вооруженным взглядом. Мы должны понимать, что те, кто участвуют в этих обсуждениях, это ничтожный процент. И в основном это одни и те же люди. Если вы так анализируете, посмотрите на эти комментарии. Местные вольфи. в том числе, да? Если мы посмотрим, то анонимные комментарии, что на самом деле больше. То есть я Тимур вижу, да, его, он, и он выступает в своем уровне, я его увижу, конспектно. Очень много выступает анонимно. И в этом смысле мне кажется, что наш потенциал, он в полной вере совершенно не задействует. Спасибо. Еще какие-то соображения есть или уже настолько все надышали, что кажется, пора заканчивать? Чье собрали? В факультетах подвести какие-то, я не знаю, лекции медиаграмотности или что-то такое, потому что мы все равно все в этих сетях сидим, все равно все в этом вынуждены участвовать. Нет, мы бы вообще пытались, конечно, на этом столе подвести к тому, что нужно определенным инструментарием обладевать, да, нужно понимать, что такое, вот, полный человек докладывал, да, подмена субъекта, подмена объекта, да, включение неожиданной в ленту обсуждения псевдоссылок на какие-то фейковые СМИ, чтобы придать. Это ведь все инструментарий, да, нашей работы, правда? Нет, ну, если позволите, Юрий Прокорпич, дело в том, что, ну, во-первых, надо понимать, что, если вопросы касаются нашего университета, то процесс формирования корпоративной культуры, он достаточно непростой, да, и это нужно, чтобы время все это пришло. Вы помните, какие сложности были первые два года? Сейчас обучаются, если говорить о студентах, уже те студенты, которые изначально поступили в Казанский федеральный университет. Мы же даже в дискуссии в обществе были, что такое КПФУ, там, оставлять П или нет, там, Приволжские, на иностранный, на английский переводишь, Волга, Реджин, Юниверситет, получается, то есть, как бы, нам коллеги, партнеры нашей западной спрашивают, вы что, региональные теперь стали, что-то, да? Ну, значит, то есть, здесь очень много вещей, которые требуют, ну, такой целенаправленной работы. Мы к этому не приступали до сегодняшнего дня, и я с вами полностью согласен. Дело в том, что мы формировали научно-образовательную инфраструктуру, сейчас мы пошли по пути формирования более качественных курсов и международных аккредитаций. Тоже международная аккредитация, что было понятно, для нас это тоже не самоцель. Мы просто говорим, если у нас аккредитуют международные агентства, то это будет говорить о том, что наши программы образовательные станут более привлекательными для мира, и мы наберем больше контингентов, в том числе иностранных студентов. Для чего? Это просто показатель успешности вуза. Ну, таковы правила в мире по позиционированию университетов. Вот и все. Мы ничего, собственно, своего-то не придумываем. Мы придумываем собственные пути достижения в условиях ограниченности ресурсной базы. Вот и все. Поэтому мы здесь выбираем приоритеты, прежде всего одни приоритеты, потом внутри этих приоритетов другие нишевые вещи. А вот вопросы, связанные с продвижением средств массовой информации, они нам нужны для того, чтобы общественность понимала вообще, вот, который нас окружает, чем мы занимаемся. Мало кто знает, что мы почти миллиард 680 миллионов заплатили налогов в 2015 году. Да, нам говорят, вы только из бюджета получаете, что вы нам даете и очень много внедренческих вещей. Другое дело, мы сейчас вводим образовательные программы доступные и журналы у нас будут собственные, доступные. Ну, то есть, они будут носить просветительский характер, не столько научный, поскольку научные статьи мало кто читает из обывателей, мало кто понимает в этом деле. с другой стороны, я вот Андрей Григорьевич сказал, вот, наука только потом начнет, то есть, ему нужно очень много фактов набрать, потом он может анализировать и видеть пути. Но, есть вторая компонента, мы должны предвидеть некоторые вещи, да, и тем более, если это касается журфака, где, в принципе, научная составляющая может быть не такой большой, а вот технологиями наши студенты должны обладать теми, которые будут востребованы завтра и послезавтра. И к этому они должны быть сами готовы, к этому должны готовить всех тех людей, которые, может быть, старше немножко по возрасту. Вот, мне очень приятно, многие термины я здесь узнал от молодого нашего коллеги, ну, что такое троллить, я понимал, но все остальное там, да, как бы, хорошо, что объяснили, так бы я должен был что-то читать, а так вот мне здесь присутствует, очень много узнал. Другое дело, вот, Ирина Викторовна сказал, что мы должны готовить студентов, да, но, вы знаете, мы, патриотами, мы прежде всего сами должны быть патриотами, да, то есть преподавательский состав, я не раз был свидетелем на лекциях, когда прихожу, и мне говорят, ну, вы знаете, особенно вот первые годы моей работы, вы знаете, да, какая инфраструктура в университете была, журфак туда-сюда мы перебрасывали, там, не от желания ректора или кого-то, это была вынужденная мера, поступила, мы были похожи на людей, которые переезжали из одной квартиры в другую с вещами, в это время готовили кушать, писали статьи, делали разработки и закупали какое-то оборудование, создавали инфраструктуру, у нас сегодня более 700 зданий только, да, все говорят, ну, чего вы здесь там еще не доделали, там, люди зовут, мы к этому стали привыкать, и сегодня кризис, уже второй год, мне все равно, то есть требования остались те же, которые были до кризиса, поэтому меняется и траектория развития университета, она больше не плановая, а программируемая, исходя из того, что под этим термином поднимается возможность постоянно изменять траекторию, отвечая на те вызовы, которые сегодня мы получаем и в стране нашей, и в мире в целом, поэтому, вот, может быть, здесь Юрий Прокупич меня толкает, все время, все уже время, я сейчас к нам, да, академический дистанционер, в нужную сторону, у нас, модерируем, поэтому я полностью согласен, что нам надо делать побольше встречи, с Тимуром согласен, что, хотя я, вы знаете, бизнес онлайн несколько раз, когда, ну, раньше, я ходил на их площадку, и потом, я последний раз, когда был, я спросил просто, я говорю, давайте, вот, соберите всех комментаторов, блогеров, которые там пишут, я хочу с ними встретить, на этом все утихо, да, я говорю, ну, что вы, мы все время анонимно разговариваем друг с другом, вы меня видите, вы меня знаете, я вас не знаю, придите, я вам расскажу, и отвечу на все ваши вопросы, в любое время, когда вам удобно, вот, этот подход, он, если кто-то позитивно настроен, что-то хочет, там подписываются, это бывшие выпускники, там, я пишу, я говорю, какого года выпускники, придите, я вас встречу, покажу, мы же экскурсии тоже начали, в субботу, вот, департамент маркетинга, Лейла начала, здесь инициировала, все коллеги, значит, подключились, хотя, это есть у нас и закрытые лаборатории, мы и то в субботу туда пускаем, мы не обязаны рассказывать, по какой теме мы там занимаемся, мы просто рассказываем, о возможностях этих лабораторий, но, у нас, мы же по многим направлениям, поэтому университет, сегодня это сложный организм, он слишком большой, один из самых больших университетов, тем более у нас появилось, порядка двух тысяч сотрудников, теперь медицины, теперь будут писать, что если там медсестра в клинике, встретила кого-то не так, будут говорить, передали университету, поменялась культура общения в университете, я первый напишу, меня неправильно встретили, особенно вот, теперь, нужно время, чтобы все это отрислось, но самое главное, чтобы в этот период никто не потерялся, потом, есть другой аспект, очень хорошо, что все, кто покинул по тем или иным причинам университет, сегодня они пытаются что-то там, но возврат, дважды в одну воду, он невозможен, поэтому университет будет двигаться, и он будет открытый, он и сегодня, то есть мы максимум делаем, у нас других путей для коммуникации, как наш сайт нет, я почему-то Тимура задал конкретный вопрос, у нас другого пути нет, мы даже на все 9 тысяч человек, мы не можем одновременно встретиться, у нас даже заседание трудового коллектива, там 1100 мест в актовом зале уникса, да, мы проводим все отчеты, другое дело, мы должны быть, то есть для меня, как ректора, и для университета, сегодня все, что происходит, вот в этом пространстве, блок пространства, оно не так критично, чтоб не, в конце я хочу об этом сказать, ничего там такого нет, на что мы не могли ответить, мы достаточно люди, которые могут пойти, ответить даже на все неудобные для нас самих вопросы, за исключением того, это члены семьи, да, все остальное, пожалуйста, то некоторые журналисты там пытаются, некоторые другие вопросы задать, вот открытость, она в пределах работы, профессиональных моих обязанностей, и я думаю, точно так же, как у любого человека, поэтому всем большое спасибо, за заданные вопросы, но тем не менее, вот роль, с каждым годом, формирование общественной среды, оно растет, будь то государство, будь то республика, будь то непосредственно, то или иное учреждение, и очень важно, чтобы мы с пониманием к этому относились, да, спасибо большое, спасибо вам, если кто-то личный вопрос, я готов к ответить, ну, Алаев скажет, вот, он мне говорит, сам на чай, когда вышли, он говорит, наверное, вы будете вести, я приношу извинения за свою несдержанность перед ним, да, поскольку, спасибо, я вам одарат, спасибо, не стойте, съедаю хлеб. Как говорили во времена КПСС, позвольте ваши аплодисменты, считать признанием того, что круглый стол удался. Спасибо всем за внимание, за активность. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok